Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студии ведущий Пётр Горохов. И сегодня гость нашей программы, начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России Одинцовская, подполковник полиции Дмитрий Леонардович Власов. Дмитрий Леонардович, здравствуйте! Добрый день! Вы не так давно в новой должности, по-моему, буквально два месяца, как приняли эту непростую работу, это непростое подразделение. Ну и, если можно, ваши первые впечатления, во-первых, в нескольких словах о том, откуда вы пришли, и в нескольких словах также о том, какие ваши первые впечатления от нашего района, от клиентов, от контингента и от коллектива. Ну, вы абсолютно правы, назначен я приказом начальника Главного управления внутренних дел по Московской области Паукова Виктора Кремича 22 августа этого года. Переведен я был из Москвы, где я также возглавлял отдел по вопросам миграции. В органах служу с 1997 года, 6 лет службы участковому полномоченному полиции, потом стоял как бы у истоков создания паспортной визовой службы. И всю свою бытность и деятельность миграционной службы от начала до конца провел. Вот она была в 2016 году уже сформирована, мы были прикомендированы обратно в органы полиции, служим, продолжаем свою службу в органах полиции. Московская область – регион сложный, Одинцовский район, наверное, один из самых сложных регионов Московской области. Территория Одинцовского района, она регламентирована по нахождению иностранных граждан в ней. Ну, проще говоря, закрытая, да? Да, закрытая территория, въехать сюда можно, но надо согласовывать свое нахождение с определенными органами. Территория района порядка 351 тысяча человек проживает на территории района, это тех, о ком мы знаем, кто зарегистрировали в своем местонахождении. Основное направление деятельности подразделения нашего отдела по вопросу миграции заключается в оказании гражданам государственных услуг. Это приоритетное направление нашей служебной деятельности. Что можно сказать о коллективе, который вы приняли, можно сказать, как новый руководитель, насколько грамотные, насколько профессиональные люди работают в отделе? Ну, вы знаете, достаточно грамотные профессиональные люди работают в отделе, особо никому у меня никаких вопросов не возникло. Как бы все грамотные профессионалы выполняют свою работу. Осталось там докомплектоваться буквально двумя единицами. И я думаю, что мы будем справляться с поставленными задачами, решать все вопросы, возложенные на нашу службу. Ну и как бы обслужить любое желание и требование жителей нашего района. Удовлетворить в получении паспорта, загранпаспорта, либо оказание другой государственной услуги. Скажите, пожалуйста, вот столица, мы привыкли к тому, что она более, так скажем, оживленная, как мегаполис. Большое количество людей, сменяемость постоянная, постоянно новые какие-то лица, люди приезжают, уезжают. И наш Одинцовский район, все-таки он тоже достаточно густо населен, но тем не менее считается уже некой провинцией, да, замкадьем. Вот разница в специфике, вы ее уже успели как-то почувствовать? Или Одинцовский район по специфике напоминает чем-то столицу? Вы как профессионал ощутили расхождение, различия? Ну, вы знаете, Москва тоже как бы состоит из различных районов. Да, центральный округ, допустим, не сравнится с спецификой Южного округа. В каждом есть свои плюсы и минусы. Но я не думаю, что Одинцовский район сильно отличается в какую-то худшую сторону. Откоротней, скажем, да? Ну, дело в том, что наоборот, как бы, экологически чистое направление. Я думаю, что многие бы жители Москвы хотели даже сменить свое место жительства и переехать в этот район зеленый, как бы, экологически чистый для своего проживания в нем. Дмитрий Леонардович, Вы сказали уже о некоторых видах услуг, государственных услуг, которые оказывает Ваш отдел. Если можно, вот все-таки пробежимся еще по тем основным вопросам, по которым можно обращаться в отдел по вопросам миграции. Понятно, что уже само название по вопросам миграции накладывает отпечаток. Понятно, о чем идет речь. Но, тем не менее, вот перечислить основные госуслуги, основные услуги, оказываемые населению, приезжим. Да, Вы знаете, в настоящее время мы оказываем гражданам 9 государственных услуг. Это оформление, замена, выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации. Оформление, выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации для пересечения государственной границы, въездов и выездов из Российской Федерации, как пятилетнего паспорта, так и десятилетнего биометрического паспорта. Затем постановка на миграционный учет, в основном производится у нас через МФЦ, многофункциональные центры. Также оформление и выдача приглашений с целью пригласить визовую страну какую-то из-за рубежа к нам в Российскую Федерацию. Затем подача документов на оформление разрешения на временное проживание для иностранных граждан. Подача и оформление документов для выдачи вида на жительство иностранным гражданам. И, в конце концов, оформление гражданства. Это последняя процедура, которая оказывается в этой сфере. Скажите, пожалуйста, сейчас все более и более актуальным становится оказание услуг через портал государственных и муниципальных услуг. Но я также понимаю, что область в этом виде предоставления услуг, именно в электронном виде, отстает от столицы. Можно ли тоже поподробнее об этом направлении вашей деятельности сравнить, пожалуйста, активность, с которой москвичи обращались к вам через портал государственных услуг, с активностью, которую проявляют жители области. Есть ли тут над чем работать и вообще перспективы, какие у портала именно в области? В Одинцовской области. С другой стороны, мне чуть-чуть непонятно, почему в Московской области какая-то заминка с этим происходит у жителей. Ведь намного проще сидя дома, грубо говоря, не выходя на улицу, там ветер, дождь идет, спокойно зарегистрироваться. В конце концов какие-то, может быть, в отделе. Правильно, абсолютно верно, вы говорите. Очереди при подаче документов в МФЦ, очереди при сдаче документов у нас на тот же загранпаспорт могут возникать. Мы, правда, с этим боремся. Но все равно, опять же, излишняя переплата денежных средств. Если гражданин обращается за оказанием государственной услуги по линии миграции через государственный портал, идет скидка 30% на оплату государственных пошлины за оказанный вид услуги. Поэтому я только всем рекомендую настоятельно сэкономить свои деньги, не тратить свое время, опять же, походы, изнурительное стояние в очередях каких-то для получения государственных услуг, получения документа, получения прописки, прописка и снятие с регистрационного учета. Регистрация по месту жительства, по месту пребывания, снятие с регистрационного учета также. Все это может быть оформлено посредством подачи заявки через государственный портал. Все это оказывается намного быстрее, причем гражданин является в наше подразделение всего один раз. Допустим, для получения внутреннего паспорта он приходит в течение полутора часов, в его присутствии ему оформляется паспорт. Не надо обращаться в подразделение два раза для подачи документов получения. Поэтому я считаю только перспективное направление государственной услуги в части облегчения все это для граждан, для наших. Намного проще все это сделать, дешевле. Поэтому всем рекомендую. Ну, я тут совершенно с вами соглашусь. Дело в том, что недавно сам менял гражданский паспорт. И действительно, я посетил один раз, прошел все эти этапы предварительные через портал госуслуг. Посетил один раз и даже не полтора часа, а буквально за 30 минут я получил паспорт. Конечно, в меры загруженности все это производится. И я так понимаю, что эти вообще технологии работы с населением с помощью портала государственных услуг, они постоянно шлифуются, оттачиваются и становятся все более и более удобно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Скорость оказания увеличивается постоянно. Поэтому настоятельно рекомендую всем еще раз использовать. Не лениться, зарегистрироваться на этом сайте и обращаться к нам с заявками через этот портал. Дмитрий Леонардович, я знаю, я думаю, что многие жители области знают, что в Москве, например, подразделения, подобные вашему, размещаются в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. На мой взгляд, решение очень удачное, оправданное. Столица пошла по этому пути. Я так понимаю, что у нас в области по этому пути еще не идут. Вот возможно ли размещение хотя бы части ваших сотрудников на площадях МФЦ? Ведь, в принципе, мы, например, подаем те же документы на загранпаспорт или на гражданский паспорт можно подать именно через МФЦ. И было бы логично, если бы часть ваших сотрудников там бы находилась и оказывала услуги непосредственно в МФЦ. И, может быть, тогда бы разгрузились и другие помещения, где ведется прием граждан. Вот здесь есть ли у вас какие-то мысли на этот счет, а может быть, какие-то уже переговоры с местными властями велись или нет? Вот такая оптимизация, она возможна? Вы знаете, но я надеюсь, что в ближайшем будущем мы к этому, наконец, придем. Москва уже на это перешла полностью. Фактически там, по-моему, 99% всех миграционных, все миграционные службы, оказывающие государственные услуги, размещено в зданиях многофункциональных центров. Конечно, это намного проще, понятней. Также по времени приема наши сотрудники работают с 8 до 8 в многофункциональных центрах. Надеюсь, что в Московской области, наконец, будет принято решение руководством о выделении площадей под размещение сотрудников нашей организации. Но это решение должно быть принято на уровне региона? Ну, совместное решение, конечно, это совместное решение принимается. И, естественно, это намного проще людям. Время работы у нас немножко меняется. Мы начинаем работать в режиме МФЦ работы, то есть с 8 до 8. К сожалению, не мне это решать, но я считаю, что к этому нужно прийти, в конце концов. Ну, я почему вас и спросил, потому что вы пришли сюда именно в область из Москвы. И вот ваше отношение к этому опыту, мне кажется, тоже важно и стоит его учесть. Ну, а там уже действительно, как будет решено на уровне региона, действительно, это решение принимается в более высоких кабинетах. Хотелось бы спросить о том, как вы видите себе борьбу с нарушением миграционного законодательства, ну и, в частности, борьбу с незаконным проживанием иностранных граждан на территории Одинцовского района. Одинцовский район достаточно состоятельный, здесь проживают люди с достаточно высоким уровнем достатка. Соответственно, здесь и мигрантов, предлагающих свои услуги, строительные в частности, достаточно много. Поэтому ясно, что проблема эта существует. Да, проблема эта существует. Как бы у нас с начала 2017 года по району проведено порядка 105 мероприятий совместных, таких глобальных, да, по выявлению правонарушителей в сфере миграции. Естественно, при настроительных объектах осуществляют до сих пор трудовую деятельность иностранные граждане, нелегализованные, уставленные на законном порядке, либо не подавшие уведомления, их работодатель не подал уведомления, что они работают на территории регламентированного района, да, где режим пребывания должен согласовываться с определенными органами. За 2017 год 1495 правонарушений было выявлено в данной сфере. Вот, 518 граждан было привлечено к ответственности по статье 18.8. За работу было привлечено 248 иностранных гражданина. На торговых объектах выявлено 23 иностранных гражданина, шлящих деятельность как бы без разрешительных документов. Хотелось бы, Дмитрий Леонардович, чтобы Вы в нескольких словах напомнили о мере ответственности, которая наступает, в первую очередь, даже, я думаю, не для незаконно присутствующих мигрантов, а для тех людей, которые пользуются их услугами и принимают на работу, или организуют эту нелегальную миграцию. Я до сих пор не пойму тех людей, кто рискует нанимать к себе на работу гражданина без разрешительной документации, поскольку это чревато такими огромными штрафами. И все равно люди на это идут. Неизвестно, чем они руководствуются при таком решении нанимать все-таки этого иностранного гражданина и не легализовывать его. 19 миллионов 496 тысяч рублей было наложено с начала 2017 года на юридических лиц за незаконное привлечение иностранных граждан к родовой деятельности. Если, сами вдумайтесь в эту цифру, люди вынуждены расстаться с теми деньгами, которые они заработали, и даже еще не хватило, наверное, им рассчитаться. Дешевле было бы оформлять законы? Дешевле было бы или оформлять всех, или не привлекать иностранцев. Как бы при производстве каких-то строительных работ или ремонтных. Поэтому я бы рекомендовал всем юридическим лицам задуматься. Не пора ли уже выходить из тени, прятаться, заканчивать и начинать легально работать, платить налоги нашему государству? А что касается нелегального и незаконного проживания иностранных граждан, вот тех самых резиновых квартир, о которых так много говорят, вот в этом направлении ведется работа, что можно сказать? И опять же, и тем, кто незаконно проживает, и тем, кто предоставляет под незаконное проживание жилье? Ну, дело в том, что продолжает иметь место предоставление гражданам жилых помещений, не регистрируя в них указанных лиц, с целью извлечения прибыли. Поскольку граждане Российской Федерации задают, как правило, одному иностранному гражданину жилое помещение, в итоге оказывается, там порядка 5-7 проживает. Как бы эти правонарушения службы участковых выявляются. То есть вы здесь совместно с ними действуете, да? Участковые полномоченные, конечно, они работают в жилом секторе, они все это видят. Вот 438 граждан было привлечено за это, к административной ответственности. Составлены административные материалы. Даже у нас были случаи по 322-й статье возбуждения ряда уголовных дел. Непосредственно по нашей информации, выявленной, делом по вопросам миграции, 4 уголовных дела, прошу прощения, было возбуждено. По части 3-й статьи 322-го уголовного кодекса 15 дел было возбуждено. И по части 3-й, 327-й статьи уголовного кодекса одно уголовное дело было возбуждено. Поэтому я бы тоже рекомендовал собственникам жилых помещений задуматься, стоит ли портить, грубо говоря, свою биографию, биографию своих детей тем, что на них будет возбуждено уголовное дело за организацию канала незаконной миграции. Я так понимаю, что в этом направлении происходит постепенное, но неотвратимое увеличение, ужесточение степени наказания. Или сейчас можно говорить о том, что закон достаточно мягок к таким нарушениям? Да нет, как раз закон не мягок. Изменения последние в административный регламент предусмотрели уже уголовную ответственность за данное правонарушение. Вернее, уже уголовно наказуемое деяние – это уже не административное правонарушение. Поэтому гражданам России стоит задуматься, надо ли нарушать уголовный кодекс Российской Федерации. Я думаю, что нарушать его не стоит в любом случае. А действительно информация о том, что теперь это уголовно наказуемое деяние, я думаю, что это действительно информация стоит того, чтобы над ней поразмышлять на досуге. Дмитрий Леонардович, ну и хотелось бы в завершении нашего разговора напомнить жителям района график работы вашего подразделения, места расположения подразделений территориальных, контактные телефоны, может быть, и когда вы ведете личный прием граждан. Вот если можно, такую комплексную информацию, для того, чтобы людям, вы могли проинформировать их еще раз о порядке приема. Вы знаете, лично я располагаюсь у лица Маршала, неделя на дом 11, второй этаж, восьмой кабинет. Прием граждан у меня по вторникам и четвергам с девяти до часа. Кроме этого, в этом же здании на первом этаже ведет прием мой заместитель. И второе здание непосредственно нашего подразделения расположено на улице Союзная, дом 4. Не путайте с домом 6, где раньше мы располагались. В настоящее время мы приехали в улицу Союзная, дом 4. Там как бы ведет прием граждан второй мой заместитель по вопросам паспортной работы, регистрации по месту жительства, по месту пребывания, заграничных паспортов. Ну что ж, Дмитрий Леонардович, спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию, за то, что с нашей помощью телезрители познакомились с вами. Я думаю, что действительно о тех вопросах, которыми занимается ваше подразделение, нужно жителей информировать, потому что они касаются и их безопасности, и их спокойствия. А это, наверное, в нашей жизни основные вопросы, основные моменты. Абсолютно верно, тем более работаем мы для вас, уважаемые жители Одинцовского района. Еще раз спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи был начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская, подполковник полиции Дмитрий Леонардович Власов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры подогнал «Симон»